МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поздравление мое, кстати, уместное. Все делается к лучшему? Все, что не делается, то к лучшему, а что делается, то к худшему. На самом деле я рад тому, что все так произошло. В конце концов, какой-то новый этап в жизни. Может быть, давно пора было этому произойти. И слава богу. То есть практически в Новый год с новой жизнью? Да, можно сказать. Ну вот открывается Азон Лайф. Открывается Азон Лайф 16 января. Самые лучшие рязанские группы участвуют. Ну, не самые лучшие, а некоторые из них. Надеемся, будет здорово. Ну, наша сейчас задача просто этим открытием, ну, как бы, обкатать площадку, обкатать аппарат, звук, свет, чтобы потом уже, когда у нас приедет там следующий уже известный коллектив, чтобы у нас все уже было абсолютно готово. Ну, и чтобы народ пришел, посмотрел. Да, здесь здорово, сюда стоит ходить. Насколько, кстати, здорово? Расскажи. Ну, здорово в том плане, что больше комфорта, более профессиональный персонал. Минус, конечно, в том, что меньше зал, чем тот, к которому мы привыкли, и меньше сцена. Ну, а по большому счету это не так уж и страшно. Самое главное, что там чисто, уютно, тепло, воспитанно. Мне самому это очень нравится. Угу. Звук, свет. Звук, свет будет достойный. Лучше, чем в планетарии. Ну, вот, как бы в нашем городе во многих местах, да, пробовали там проводить рок-концерты. Вот, ну, не везде, как бы, это получалось, наверное, да. Не везде именно то, что площадки, вот, позволяли это делать. Ну, сама лично была там в каких-то концертах, да, вот, ну, не для рока они. А дело еще не столько в площадке, сколько в том, что очень многие думают, что это очень просто. А, вот, пригласил, афишу отпечатал, разослал рекламу, и все. Нет, это только вот верхушка айсберга. На самом деле приходится столько возиться со всем, что... Ну, это я сейчас об этом не буду говорить, но, в общем, не так уж и просто. Главное, кто занимается. Ну, и, конечно, очень важно, где. Площадки тоже очень много зависят. Ее тоже надо выбрать с умом. Ну, у тебя был опыт, кстати, Голливуда. Был опыт Голливуда. Ну, что, в Голливуде, в принципе, достаточно неплохой зал, вообще вся инфраструктура. Но невозможно такое, чтобы вот в таком большом клубе, который еще и на приличной аренде, выезжать только за счет рок-концертов. Надо, чтобы там было много всего, и рок-концерты, чтобы это была одна из составляющих того, что может предложить клуб людям. Кому-то интересно одно, кому-то другое. Вот в этом плане, я считаю, в Озоне, во всем этом городе развлечений, то, что у нас сейчас открывается просто зал, предназначенный для рок-рэп-концертов, это очень хорошо. Потому что, во-первых, и нам проще, нам не надо, я имею в виду, кто работает в этом клубе непосредственно Озон Лайф, тянуть за собой все здание. А во-вторых, самому этому городу развлечений Озон, им опять-таки хорошо, что вот есть здесь такой рок-н-рольный клуб, и люди новые приходят, которым, может быть, будет не безинтересно не только рок-концерт посмотреть, а там в боулинг поиграть и так далее. Кстати, да, вот один хороший плюс всего этого, то, что там не только будет рок-концерты, не только будет бар, там и бильярд, боулинг, там много всего. Цивилизация. Да, и цивилизация тоже. А вот скажи, пожалуйста, ну есть такие люди, которые, ну, постоянные посетители планетарии, да? Вот как, считаешь, они к этому отнеслись, или там будут ходить, не будут? Ну, с тем, что планетарий больше не будет, им остается только смириться. И никуда они не денутся. Потому что, ну, надо же, чтобы где-то проходили такие мероприятия. Конечно, многие говорят, а, нет, мы хотим планетарий, там, и так далее. Ну, тем не менее, а большинство говорят, ну, какая разница? Ну, какая разница? Ну, лишь бы там было нормально все, и хорошая музыка. И это самое главное. Я думаю, что вот в этом отношении все будет хорошо. Ну, вот я знаю, что ты общаешься со многими артистами, да, которые приезжают с концертами. Люди привыкли приезжать в одно место, а теперь ты же их завешь в другое. Вот как они к этому отнеслись? Ну, во-первых, им не привыкать. Ну, понятно. Они по всей стране ездят, там везде. Ну, просто там не удивились, Андрей, как так? Да ладно, ну, ничего страшного не произошло. Очень, кстати, во многих городах это происходит. Это только в Рязани так получилось, что там 18 лет практически один и тот же клуб был. Ну, нет, то есть это все ерунда. Ну, другое дело, что они так думают, там, ну, посмотрим, что. Может, что-нибудь хуже, может, что-нибудь лучше. Тут те же вот слоты, которые вот приезжают у нас 22 января. Очень известная группа, так, если кто не знает. Они поначалу тут сказали, ой, нет, давай ты лучше клуб открывай на какой-нибудь другой группе, а не на нашей. Я говорю, нет, давайте мы делаем открытие такое. То есть изначально это открытие планировалось с приездом групп в слот, а потом уже мы решили за неделю сделать вот это вот такое, на кошках потренироваться с рязанскими группами. Ну, а потом сказали, ну, я им говорю, в конце концов, мне нужно, чтобы приехала хорошая группа, это будете вы. Ну, куда деваться. Они сразу обрадовались, что они хорошие группы, да? Ну, они себя и так таковым считают. Ну, это понятно. Расскажи, кстати, вот, какие концерты в ближайшем будущем планируются, уже запланированы, кто точно приезжает? Ну, самое-самое такое страшное, о чем я узнал буквально вот ровно за три недели до этого концерта, и потом ночами не спал, занимаясь рекламой, это то, что 4 февраля к нам приезжает всемирно известная фолк-метал группа из Финляндии под названием «Финтролл». Конечно, для поклонников и тяжелой музыки просто, и фолк-рок, а уж тем более фолк-метал, а это просто мега-событие. Это, ну, группа, в принципе, уровня вот из того, что к нам приезжал, ну, «Рейдж», «Эксплотит», «Бегемот», вот такого уровня. Конечно, да, очень радостно, только, к сожалению, вот за три недели я узнал об этом концерте, и сейчас вот приходится ночами не спать, рекламой заниматься. Ну, и также, что, сейчас пока планируются старые наши друзья «Пилот», «Мара», «Черный обелиск», ну, и там идут переговоры с «Мавриным», там, ну, в общем, ничего особенно нового пока не ожидается такого необычного, ну, все нормально, все так, жизнь налаживается. А на сколько, кстати, человек предназначен в зал? Честно признаться, мы еще не экспериментировали. Так вот посмотреть визуально, ну, я считаю, что самое комфортное там будет человек на 300, вот. Ну, в принципе, и 400 будет нормально. А так, я думаю, что и 500 влезет. Ну, насколько я, вот если ничего не путаю, Ляпис Трубецкой не существует сейчас уже, да, как группа? Да, не существует. То есть, вот, Ляпис обычно собирал просто мега громадное количество людей. Нет, с Ляписом это была самая страшная история, когда они собрали в планетаре 1200 человек. Вот, ну, чтобы так было, я думаю, надо, чтобы человек 600 пришло в Азону. Ну, в любом случае, опыт впихнуть невпихуемый. Да, имеется. Да, имеется. Вот, и сейчас, наверное, самое главное, чтобы любители рока, фанаты рока, просто люди, которым нравится эта музыка, ну, собственно, нашли им дорогу в Азон. Тебе, Андрей, успехов обязательно. Спасибо. Спасибо за просветание новому клубу. Рок жив, и нашим телезрителям, напомню, в гостях у меня сегодня был Андрей Шкуратов, бывший директор клуба «Планетарий», теперь арт-директор клуба «Азон Лайв». Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»